Каждая джива, каждая душа. Три представителя Нарайна присутствуют в ней, в Триданди, имеется в виду. Они озабочены положением дживы души. Они ответственны за судьбу джив. Их позволение, их согласие, их добрая воля необходимы, и это символизирует Тридандой. Также свободная воля дживы, то есть свободное принятие, свободное принятие, необходимо. Свободное сотрудничество со стороны дживы также имеет место быть. Триданду следует почитать. В целом мы не должны класть ее, куда попало, что называется, на землю, на пол. Но мы выражаем наше почтение Триданди. Конечно, Вайшнава должен все рассматривать как превосходящую его собственную позицию. Такова традиция, такова необходимость нашего поведения. Это необходимо для того, чтобы войти в измерение Вайкунтхи. Все, все реалии должны рассматриваться с чувством почтения и благоговения. Я слуга, а все они мои господа. И Триданду также следует рассматривать в таком свете. Мое Я представлено в этой Данде. Но речь идет о моем Я в его идеальном виде. И поэтому я выражаю почтение, уважение и демонстрирую преданность Данде. Я ношу ее с собой, но с ней не следует обращаться как с палкой в таком духе. Она призвана помогать. Не должна быть моей подпоркой, моей костылем. Но я ношу ее так же, как я ношу священный шнур. Так же мы носим Данду, Саньяси. Всегда помня о том, что я Саньяси. Я наказал буквально. Кай мон и ваккя. То есть мои мысли, слова и деяния, дела. Три фазы моих усилий были наказаны буквально, то есть взяты под контроль. Они, эти три функции, более не должны и не будут связаны с миром эксплуатации отныне. Как я это делал в прошлом, связывал с миром эксплуатации, но эти функции были, им была дана Данда, наказание. То есть они были взяты под контроль, и отныне я в полной мере отстранился, отстранил эти функции, изолировал их от измерения эксплуатации мыслей, слова и поступки. Более с помощью этих функций я не участвую в жизни миров эксплуатации отречения, но задействую эти функции стопроцентно исключительно в служении Вишнам и Вайшнавам. Моему Господу отныне я обещаю это. Третье начало я использую исключительно в служении Божественной Первопричине, в служении моему Владыке и его родным, его преданным. Триданда служит эмблемой этого явления. Более меня не интересует бренный мир, но я предавшаяся душа во всех отношениях, которые задействуют себя в служении Господу. И позволение я получил от трех божественных личностей, личности, которая заведует жизнью индивидуальной души, которая заведует жизнью Браманды, Кширадашай, Гарбадашай, и той личности, которая заведует всей совокупностью Браманд, плавающих в Вироджа. Три ипостаси Вишну, Маха Вишну, последняя из них, Кширадашай, Гарбадашай, Маха Вишну, Арана. И я обрел привилегию задействовать себя в служении трансцендентным фазам жизни, известным, отказавшись от таких фаз жизни, измерений жизни, как отречение и эксплуатация, и обратился исключительно к измерению его преданности. Оно меня привлекает. Я дитя этой почвы, этой земли, и на это указывает та эмблема, которую я постоянно с собой ношу с позволения личности, которая заведует делами этого мира. Я получил лицензию от них, буквально. Я должен быть правдив с собой, я должен отдавать себя моему делу, делу Вайкундхи Голоки Кришны, Вриндавана, его интересы. Я представляю интересы Вриндавана и Набадвипа, Махапрабху и Кришны и Вайшнавов. С этим представлением я буду действовать, двигаться. Махапрабху принял Экаданда Сандьяса от Кешава Бхарати лишь внешне, но внутренне он цитирует эту шлоку и отправляется во Вриндаван. Махапрабху пел это стихотворение шлоку Бхагаватова. Махапрабху принял Экадана, его интерес, Махапрабху говорит, «Я принял эту Триданда-веш, хотя внешне он принял Экаданду, но внутренне он говорит, «Я принял Триданда-саньяс, которые рекомендуется в Бхагаватаму, и веш, внешняя одежда, одеяния лишь будут напоминать мне о моем будущем долге. Но истинное явление, то, что действительно необходимо, это служение. Если я буду носить Данду, не буду выполнять долг, то это будет тщетным». Это эмблема, но истинное явление, служение, выполнение долга. Выполнять долг, осуществлять долг, служение Вишну, Вишнавам, Кришне, Биндаваму. Это такой истинный смысл. «Триданде-бхикшу». Эта история содержится в 11-й песне Шли Маат Бхагаватам. Брамин, некий брамин поет эту шлоку, и Махаправху повторяет ее, и он говорит, «Это хорошо и замечательно». «Триданде-бхикшу» и Бхагаватам. В 11-й песне Бхагавата Пурана сам Кришна рассказывает Удаве эту историю о Брамине. «Это хорошо и замечательно». Он в конечном счете пришел к заключению о том, что служение Мукунде, то есть Кришне. Мукунда означает «му-кун-да». Нечто, некая личность, служение которому делает освобождение чем-то сомнительным. Подлинное освобождение это преданность. Му, мукти, му означает мукти, освобождение. Ку означает то, что делает уродливым. Мукунда, дадати. Это личность способна дать нечто, на фоне чего освобождение предстает чем-то уродливым, сомнительным. И эта личность есть мукунда. Смысл слова мукунда таков. Он дает некое явление, среди которого отречение становится в высшей степени уродливым. мукунда. Он приходит к заключению о том, что служение мукунде и есть высочайшая реализация достижения высшей цели нашей жизни. в рамках социума. они подразумевают некое социальное положение в этих одеждах я могу легко обращаться к членам общества. Социальный статус лишь я могу обрести посредством этой одежды, но подлинное явление служения выполнения нашего долга по отношению к мукунде и его преданным. Служа мукунде, мы можем легко избавиться от проблем, вызванных нашими прошлыми поступками и будем окажемся вблизи мукундой и его параферналии. Я должен постараться приблизиться к Вриндавану, оказаться во Вриндаване в его любимом месте и там я буду воспевать, петь имя и совершать служение. Это история, которую рассказал сам Шри Кришна Удави. История такова, жил некий брамин в Аванте, рядом с Гвали, в штате Утар-Прадеш современном, в Арджуне, рядом с Гвали, в прошлом это место называлось Аванте. Там, где Сандипани Риши имел в свое время ашрам, и Кришна был учеником Сандипани Риши после того, как он приехал в Мадхуру и получил священный шнуркшатри. И тогда он проходил обучение Кришна, проходил обучение в Гурукуле. Сандипани был его Гуру, там Кришна получил образование в обществе Судамы и других друзей он учился. И в тех местах жил один брамин. Брамин был вначале был состоятельным, богатым человеком, но был большим скупцом. пренебрегал своим долгом по отношению к обществу, никоим образом его не выполнял. И вскоре пришла реакция следствия. Воры, бандиты завладели частью его имущества. возникли непредвиденные расходы и возник пожар и так далее и тому подобное. И все его богатство было им утрачено. даже он даже не кормил досыта своих родственников, настолько скуп он был. Он был великим скупцом. Но так или иначе богатство богатство улетучилось и он превратился в нищего. И вот тогда он произнес эту станцию, эту шлоку. Он сказал «Я вел ужасно отвратительную жизнь, но теперь все у меня было отнято. Я был полон тщеславия, я был столь горд, что не совершал подношения ни богам, ни предкам, ни раздавал милостыню, и даже не кормил, и не заботился о собственных детях и родственниках, но теперь меня лишили всего, и они отвернулись от меня, мои родственники, окружение, и я стал уличным бродягой». «Кто я это сделать?» Он говорит, возможно, это вина граха, то есть звезд небесных светил, или это злая воля богов или самого господа. он рассматривает разные варианты, отвергает и говоря, «Нет, не они в этом виноваты, но это моя собственная вина, они не ответственны, это моя собственная карма, мне некого винить, моя собственная карма». Таким образом. «Но теперь возможно Господь будет милостив ко мне, он привел меня на улицу, и что же мне делать? Люди, которые были столь дружелюбны ко мне в недавнем прошлом, теперь на меня плюют, и я не могу уповать ни на кого другого, кроме как на Господа и начинаю новую жизнь содержанием, смыслом которого будет поиск Верховного Владыки». Так он стал безразличен ко всему в этом мире и обретает Триданду, от некого саду получает и начинает идти странствовать с именем Мукунду Кришна на устах. Настолько, что иногда он просит подаяния на берегах реки. он собирался принять просадам на берегу реки. Кто-то пришел и помочился. И он говорит, что это такое? Господь! Он идет по улице, его спрашивают, что это у тебя в руке? дай мне, дай посмотреть. Он не оставит это. Иногда на него нападают. он говорит, это священное реалие, данное у него Гуру Девам. И кто-то у него берет ее, выхватывает из рук, он объясняет, что это ему отдают обратно. Его спрашивают, Саду, куда ты идешь? Я иду туда, ты туда. О, зачем, почему ты идешь туда? Чего ты хочешь? Так, люди, члены общества, начинают беспокоить его, крайне низменным образом вести себя с ним. Некоторые, видя, что он хочет что-то сказать, говорили, расскажи нам о себе. Если он молчал, то они не подавали ничего. А если говорил, то начинали грязно шутить над этим. Если он молчал, то они говорили. Должно быть, он вор или бандит, раз не разговаривает. Быстро свяжите его. Таким образом, куда бы он ни шел, он сталкивается с нежелательным обращением со стороны членов общества. И тогда к нему приходит мысль, почему я был таким богатым человеком, но я утратил все, и со мной обращается столь жестоко, кто же несет ответственность за это. И вот это шло, ко, тут он начинает говорить, кто за это отвечает, звезды, или боги, или сам господь. Он выдвигает, рассматривает множество альтернатив, они рождаются в его уме. Он отвергает их одно за одно и говорит, нет, не они ответственны, но ответственна моя собственная карма. С чем бы он ни сталкивался, однако он терпит и ищет Кришну Макунду своего Господа. И в результате прошлых действий он осознает, сам Кришна говорит это. Ты навлек долги, ты стал должником, в результате своих действий ты должен терпеть, ты должен выплачивать по счетам, платить по счетам и ничто не сдержит твой прогресс в позитивном направлении. Путешествовать одному трудно, но духовный путь становится легким. Если вы живете в обществе садху и получили ответственное служение, тогда для нас духовная жизнь Бхаджан становится крайне легким, когда мы живем в обществе садху благодаря взаимной помощи, наполеоновское кресло. Вы знакомы с таким явлением? Вы слышали о нем? Однажды Наполеон, это было во время некой битвы, Наполеон и его солдаты в армию были вынуждены провести ночь на заснеженной равнине холодной зимой. У них не было места, где они могли бы прилечь или даже присесть и отдохнуть. Солдаты были вынуждены стоять, и так стояло провести ночь. И тогда Наполеон придумал, как им все же отдохнуть, по крайней мере, сидя в кресле. О чем шла речь? Там ничего не было, поле и наполеон попросил своих солдат встать в круг, они сделали это, и он попросил их сесть друг к другу таким образом, что один солдат садился на колени другого солдата, этот второй садился на колени третьего, третий на колени четвертого и так далее, по кругу и таким образом все сели друг другу на колени A на колени B, B на колени V и V на колени G и наконец последний человек в этом круге сел на колени первому первому Однажды Вашингтон холодной ночью оказался в чистом поле было очень холодно и он предложил другу заняться борьбой борьбой и всю ночь они боролись и так они сумели пережить эту морозную ночь иначе им пришлось бы умереть общество саду таким образом помогает нам взаимную помощь помощь мы можем получать друг от друга и для нас становится легким совершать путешествия многие проблемы должны быть решены на этом пути для этого нам необходимо общество саду благодаря взаимной помощи один помогает другому и таким образом путешествие становится в высшей степени комфортным движение в обитель Кришны эти деяния Триданди Бикшу вспомнились мне сегодня они описаны в надежном источнике в Шримад Бхагаватам я вспомнил о них в связи с затронутыми темами восьмой